Девчонки, всем привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина. Для тех, кто зашел ко мне в первый раз, большое спасибо, что вы зашли. И я вас приглашаю к просмотру. Сегодня, как вы поняли с названием видео, я буду снимать в свои пустые баночки именно хозяйственную часть. Я это делаю для того, что... Ну, такая рубрика на моем канале «Хозяйки на заметку». Для меня эта тема всегда актуальна, мне всегда интересно смотреть девочек-блогеров, которые снимают подобные видео, потому что мы делимся между собой какими-то продуктами, которыми пользовались в ходе за своим домом. И, собственно говоря, когда я прихожу в магазин, я уже понимаю, что же, собственно говоря, стоит на прилавке, какой о нем идет уже отзыв, и буду брать я его или нет, уже решаю тогда. Ну что, девочки, хватит прелюдии, начнем к тому, что у меня закончилось в месяце июля. Здесь я буду показывать не все продукты, которые вы видели у меня уже в покупках, потому что месяц июль для нас был какой-то суматошный. И вот сегодня я решила чуть-чуть продохнуть и снять данное видео, потому что уже пора избавляться от июльского хлама. Пора. Ну что, девочки, начну я, наверное, вот с такого просто мега-огромного пакета от фирмы Лоск. Это порошок формула-детектор пятен Color. Его здесь идет 6 килограмм, автомат на 40 стирок. В одном из моих видео мне писали о том, что была подсказка о том, что белье нужно замачивать. Тогда как бы порошка не сильно много уходит. Да, это оказалось действительно правдой. Я замачивала с данным порошком, потом стирала в машинке. Это все здорово, экономит, конечно же, порошок. Но вот это вот маята с тем, что нужно замочить, размочить, постирать, прополоскать. Даже пусть это в машинке идет высушить, выгладить. Честно могу сказать, девчонки, это какой-то прям вот... Я разлюбила стирку, мне прям не нравится. Но при всем при этом порошок неплохо сработал. Минус, конечно же, это его цена. В принципе, фирма Лоск, они никогда не были бюджетными порошками. Но они, в принципе, доступны при покупке. И расход у них идет неэкономичный. Мне кажется, вот 6 килограмм на 40 стирок, ну, это как-то прям, ну, наверное, его очень нужно много. Не знаю, девчонки, в принципе, понравился. Хочу сказать, чтобы вот вещи от него как-то были более яркие, я этого не заметила. Пятна он, если просто им постирать, я не увидела, что он убирает какие-то прям пятна. Но четверочку можно ему поставить смело. И в следующий раз, если я буду брать Лоск, я уже не буду брать Колор, я уже буду брать просто для белого. Потому что, ну, как вы уже поняли, кто меня смотрит, я просто фанат белых вещей, фанат отбеливателей и прям вот все в этом роде. Так что, девочки, в принципе, фирму Лоск могу рекомендовать, как бы, порошок, который уже себя достаточно зарекомендовал. Но он мне меньше нравится, чем остальные какие-либо другие порошки. Поэтому как-то вот серединка на половинку. У меня о нем сложилось мнение. Следующее, что у меня закончилось, это был тоже для стирки антипетин. Это отбеливатель для белых вещей. Можно использовать для постельного белья, нижнего белья, блузок и тюля. Это идет, как нам пишет производитель, концентрат. И его здесь 120 грамм. И на одну стирку его нужно совсем немножечко для того, чтобы добиться результата. Девочки, он стоит что-то в пределах 55 рублей в магнит косметик. Поправляйте у всех, наверное, в регионах где-то меньше, может быть, где-то больше. Но что могу сказать? Вот этой вот коробочке в 120 грамм для того, чтобы добиться мне эффекта, мне хватило всего лишь на 3 стирки. Ну, вот посчитайте, 155 рублей на 3 стирки, это вроде бы и бюджетно, но в то же время, когда у меня, к примеру, белые вещи, ребенок, мы носим белые вещи ежедневно, и у меня нет такого, что я поносила белую вещь, положила ее и потом опять заново одела, что, знаете, промежуточное между грязным и чистым, что несколько промежутков. У меня всегда так. Поносили белую вещь, сняли и в стирку. То есть, как бы, ну, вот я отношусь к такому типу людей. Поэтому для меня это абсолютно неэкономичное средство. И сказать, что оно как-то вау, супер работало, скажу, что нет. Потому что если его просто добавлять при стирке в машинку автомат, будет такой, знаете, как бы, ну, не особо уловимый результат. Если с ним замачивать белье, то белье, которое можно, допустим, в горячей воде, причем, ну, очень горячей воде, те же кухонные полотенца, да, в принципе, он их отбелит, он уберет какие-то пятна. В принципе, результат вы увидите. Но это если вы отбеливаете, прям замачиваете белье, прям в горячей воде, я бы сказала, даже очень горячей воде, растворяете, забачиваете, часа два вам нужно, чтобы полежало белье, и тогда он будет работать. Но так как у меня маленький ребенок, и я вообще не вижу смысла, и вот когда эта стирка превращается не просто в стирку, да, а когда это превращается в что-то мега, прям, я не знаю, удушливое. Не люблю то, что отягощает, не люблю, когда момент уборки превращается в каторжные моменты. Нет, это не для меня. Мне надо, чтобы это было все по кайфу, чтобы это было все интересно, чтобы я от этого получала хоть какое-то удовольствие, чтобы хоть как-то я от этого могла, знаете, не накаляться. Так что, но средство, могу вам сказать, что, ну, не особо оно меня впечатлило, как-то, ну, нет. Над нами летают вертолеты. Следующее, что могу сказать в следующем средстве. Это у нас Ленор, суперконцентрат, летний день, идет на 28 стирок, и производитель пишет, что свет жить до 4 раз дольше. Это средство у меня улетело за 2 недели. Вот посчитайте, сколько я стираю. И хочу вам сказать так, то, что оно концентрированное, конечно, но вот, как бы объяснить, тот момент, когда мы его стираем, и когда из машинки достаем, у нас белье, да, как бы оно пахнет свежестью, вот этим вот приятным ароматом летним днем, мы высушиваем. Сейчас я буду говорить о полотенцах. Я достаю полотенцах банной, да, допустим, я постирала им, развешивала, белье высохло, и полотенца, девочки, они просто деревянные, я их потом выглаживаю паром для того, чтобы хоть как-то они были приятны при дальнейшем использовании для того, чтобы вытирать тело, потому что, ну, это нереально, как работает это средство, почему оно так проработало на вещах, именно на полотенцах, на постельном белье абсолютно так же, поэтому это мое большое разочарование. До этого я брала, что там с Парижем было связано, не помню, как называется, мне понравилось, а вот этот летний день, ну, знаете, какая-то ерунда, и меня она не впечатлила, я посчитала, что это напрасно выброшенные деньги, тем более за две недели улетел. Все, до свидания, в мусорку и в топку, все. Следующее, что закончилось, так, я буду сейчас доставать все, что у меня из корзины, чтобы просто как-то избавляться, потому что тут много сильно. Следующее, что закончилось, это были мегабюджетные стальные губки, две штуки от фирмы Мастер Блеск, они тоже продаются в Магнит Косметик. Классные, бюджетные, в хозяйстве нужные штуки, которыми можно почистить, как, допустим, даже поправьте меня, если кто-то так не пользуется, но я этим пользуюсь. Я могу почистить им стальную раковину, которая находится на кухне у нас хозяйскую, я могу почистить даже решетки кухонные, которые вот на газовой плите. Классно очищают, естественно, это мы все делаем в перчатках, чтобы не навредить нашему маникюру. Хорошие, бюджетные, нужные в хозяйстве вообще. Также у меня закончились двое салфеток. Первые салфетки от фирмы Чистюля, я уже говорила, что я в них просто влюбилась, они мне понравились, стоят 65 рублей. Салфетки вискозные от фирмы Чистюля, называются тонкие, мягкие, 10 штук, быстро сохнущие. Классные салфетки, которыми можно делать уборку, я их использую именно на кухне, для того, чтобы вытирать стол. Мне нравится тем, что они хорошо впитывают, их можно простирать даже в фире, они быстро высыхают, не оставляют, в тряпочке нет никакого запаха, это достаточно очень удобно, комфортно, нет никаких неприятных ощущений, при том, когда мы ей пользуемся. Классная вещь, 10 штук, взаимозаменяемые постоянно, можно просто неделю попользоваться и выбросить, а то и меньше. Классные штуки, спасибо компании Чистюля, и они достаточно большие салфетки, они идут 34 см на 38 см. Хорошие салфетки, хозяйки на заметку, кто еще не пробовал, обязательно возьмите, и после них не остаются никакие волосики, вот эти, знаете, волокна. Следующее, что выбрасываю, это тоже от фирмы Чистюля, с губки, в которые у меня тоже, знаете, прошла такая прям любовь какая-то. Мне нравится ими мыть посуду, мне нравится, как они размаливают средства, мне нравится тем, что я могу сэкономить с ними средства для мытья посуды. Это Чистюля размер XL, суперпрочный норт-абразив, их тут 5 штук идет, они стоят тоже, по-моему, в пределах 40 рублей, либо чуть больше, чуть меньше, девочки, честно не помню. Но вообще классные губки, которые, у которых вот этот именно абразив, он не отлетает, он не становится мягким, он постоянно, вот, мне кажется, он вообще никак не меняется, не деформируется при использовании. Классные губки, которые просто, ну, для меня это просто мега супернаходка. Следующее, что я буду показывать, я вам покажу, наверное, перчатки, которые я купила, одела, помыла посуду и выбросила. Это я сейчас говорю о перчатках хозяйственных, они чисто просто, называется фирма экономичное решение. Стоили эти перчатки что-то, знаете, где-то 55, что-то вот такая у них цена, небюджетная. Но могу вам сказать, девчонки, так, я их одела, это размер М, хотя для меня, для меня мой размер идет размер С, но для того, чтобы они не рвались очень быстро, я беру чуть-чуть больше, чтобы они не сильно прилегали к ручке. Что я вам могу сказать, я их одела мыть посуду, во время того, когда я стала просто мыть кастрюлю, у меня перчатки расползлись, но это уже о чем-то говорит, вообще ерунда какая-то, которая даже не стоит своих денег, я бы даже 10 рублей за них не отдала, потому что, ну, вообще, а упаковка у перчаток достаточно, очень такая даже милая, прикольная, морская, мне понравилось. А перчатки просто откровенные, как кашка. Так что, вот так вот. Следующее, что я хочу показать, это бытовые лампочки. Одна идет 15 Ватт, другая идет 20 Ватт. Что могу сказать? Одна идет теплого света, другая холодного. Но они обе были теплого света, но, в принципе, это неплохо, нехорошо. Были, есть, пользуемся, как бы, в принципе, вроде бы неплохие лампочки. Используем. Вот эту мы используем, по-моему, для ванной комнаты, а это у нас просто в квартире, по-моему, даже на кухне. Неплохие лампочки, посмотрим, что из них будет дальше. Как бы, ну, лампочки и лампочки. Что будем о них говорить долго. Следующее, что я хочу показать, это тоже будут перчатки фирмы. Выгода, как я уже говорила. Я как-то взяла пару перчаток, и я просто обалдела то, что они мне хорошо прослужили. Но у них, видимо, все зависит от партии. Есть партии, которые хорошие, есть партии, которые не очень. Это опять мне попалась партия такая, знаете, серединку-половинку, но хотя бы я с ней уборку сделала. Они стоят что-то в пределах. 50 рублей. Такие, знаете, перчатки, которые имеют место быть и на одну уборку хватит. Но все равно, мне кажется, для таких перчаток это прямо, ну, одна уборка это слишком уж. Для них будет не очень качественный показатель. Так что вот так, тоже размер М. Такие вот перчатки. Следующее, что я покажу, это фирма Доместас идет... Как же я назвать? Это штучка, которая крепится под ободок унитаза, и при каждом смывании, собственно говоря, мы дезинфицируем сам унитаз. Приятный аромат, да? Ну, все, что вам говорит реклама. Как я уже говорила, в покупках я купила сам вот этот вот... Вот эта вот штучка, которая крепится, и к ней смененная таблетка. Первый для меня минус, девочки, от которого я просто сейчас... Я даже кое-как держу вот эти вот вещи. Это ужасный запах, ужасный. Я просто не могу этот запах чувствовать. Он меня раздражает. У меня вызывает рвотный рефлекс. Сказать, что там как-то все мега чисто. Нет, девочки, абсолютно так же. Я делаю регулярно уборку. При всем при этом, как-то, знаете, такая вот покупка, и что это такое, я так и не поняла. Потому что... Ребенок стучит в дверь. Я так и не поняла. Ну, какая-то, вы знаете, вот ерунда, которую я больше точно не куплю. Я это выбросила, естественно, но сейчас у меня ничего нет. Ну, отвратительный запах, который просто, ну, фу-фу-фу. Хотя я порядочно месяц им пропользовалась. И хочу вам сказать, девчонки, то, что как бы, ну, на месяц нужно именно две вот такие таблетки, чтобы вам хватило. Потому что как-то вот так вот. Следующее, что выбрасываем, это средство чистящее для унитазов санитарной. Тоже могу так же сказать, что он мега-жидкий. Его здесь 500 грамм идёт. Сказать, что он как-то очень хорошо очищает? Нет, у него, знаете, как бы, ну... Единственное, чем он пахнет, это хлоркой. По всей квартире потом пахнет хлоркой. Ну и, в принципе, можно залить сантехнику, оставить, потом просто ополоснуть. Как бы вонять будет, хлорка это будет вонять. А может быть, и даже убивает микробы. А так могу сказать, что, знаете, особо он меня не впечатлил. Даже говорить о нём что-то много даже не хочется. Какой-то, знаете, такой вот... Какой-то он вообще никакой. Вот никакое средство, которое меня вообще никак не впечатлило. Следующее, девочки, это перчатки Home Car, тоже размер М, хозяйственный. Я не показывала тоже их в покупках. Они стоили, девочки, держитесь, перчатки 90 рублей. Резиновые перчатки 90 рублей. Я не знаю, девчонки, может быть, я с другой планеты, но разве могут резиновые перчатки стоить, ну, по моему мнению, так дорого. Ну, вообще, что могу сказать? Эти перчатки, пока у меня две уборки уже выдержали. И сейчас посмотрим дальше. Может быть, стоит покупать перчатки, которые стоят так дорого, для того, чтобы они хоть как-то работали. Но так вот, в принципе, они ещё пока есть. Покажу вот так чуть поближе. Тоже размер М, фирма Home Car. И они, да, они ещё держатся, молодцы. Как бы, в принципе, они приятные. Я хочу вам сказать, когда вы их одеваете, в принципе, такое приятное ощущение. То есть, нет никакого такого холодного ощущения, что вы врезены в перчатках. И если вам, к примеру, что-то нужно замочить в горячей воде, вы можете спокойно в горячей воде опускать перчатки. Они как бы термостойкие такие. Можно делать как тут. Можно мыть посуду, можно убираться для всего. То есть, очень даже интересные перчатки хорошего качества. Называются особо прочные. Мы посмотрим, что будет дальше. Следующее, что хочу показать, это тоже будет моё большое разочарование. Я тоже вам не успела показать их в покупках, по-моему. Это фирма у нас идёт Mon Roulon. Влажная туалетная бумага. Их здесь 80 штук. Без алкоголя. Девочки, это обычные влажные салфетки, которые, как пишет производитель, они не засоряют канализацию, но и при их использовании тоже, как вы знаете, ну, не камильфо, не очень даже, не очень приятно. К тому же, вот этот клапан, после того, когда вы достали хотя бы даже 20 салфеток, он уже не закрывается, они начинают подсыхать. Стоит это удовольствие что-то около 80 рублей, по-моему, есть, типа по 90 рублей. Я взяла из большого любопытства. Мне было очень любопытно, потому что любопытство меня, в общем, взяло надо мной вверх, и я их взяла. Большое мое разочарование. Даже на скидках не возьму. Но обычные салфетки, которые тонюсенькие, которые воняют, которые, ну, неприятные вообще. Вот девчонки доиспользовали их просто для того, чтобы протирать ободок унитаза, потому что у нас кот повалился залазить на унитаз. Вообще, ну, бред. И следующее, то, что покажу, и мне очень сильно нравится. Это фирма Аура Найс. Влажная туалетная бумага, 72 штуки, с ромашкой. Это та бумага, которая растворяется в канализации. Классная туалетная бумага, девочки. Просто, ну, реально хорошая туалетная бумага, влажная, которой приятно пользоваться, при использовании которой нет никакого, там, знаете, дискомфорта. У тебя нет вот этих, знаете, каких-то неприятных ощущений. И очень даже хорошая туалетная бумага стоит, на скидках можно ее купить за хорошую цену. 72 штуки хватает, ну, для семи из трех человек, я могу сказать. Мы даже используем, мы стали ее использовать для гирюшки, и потихонечку сами перешли на нее, потому что это очень удобно, классное ощущение свежести. Ну, простите за такие подробности, но я должна вам сказать, что, девчонки, это классная туалетная бумага, которая стоит своих денег. И после нее нет никакого раздражения и зуда. Следующее, что я хочу показать, и это у меня Glade Aromat... Ароматизатор Glade, освежитель воздуха. В общем, у нас это идет цветочное совершенство, и оно идет у нас 8 грамм, идет вот эти вот сменные блоки. Я ее использовала прямо вот с этого штучка, я ее использовала в туалете и в ванной. Одну я уже выбросила, эту оставила, чтобы вам показать, а другая, которая у меня стояла в комнате, она, когда я ее раскрывала, она сразу же лопнула, залила весь мне комод, и я его выбросила. В общем, вот это только дожила вам ее показать. Это моя любовь именно в плане аромата. Мне очень нравится, как пахнет цветочное совершенство. Мне нравится, как благоухает воздух в квартире, в ванной, в туалете. Знаете, это приятный, комфортный аромат, в котором просто хочется находиться в этом пространстве, в этом помещении. Меня устраивает. Нет никакого, знаете, там, чтобы драло нос, чтобы я чихала, как-то чувствовала себя некомфортно, чтобы болела голова. Ничего такого нет. К сожалению, в летний период его хватает только на месяц, потому что от жары и воздух достаточно сухой, даже несмотря на то, что находилась вот эта вот штучка в ванной, она просто все напрочь высохла и отдала нам весь свой аромат. Ну, классная вещь, которая просто стоит своих денег, она, по-моему, стоит около 130 рублей, если, может быть, даже чуть дороже есть. Но вот эти, по-моему, за 130 обрала. Классная вещь, которую, естественно, я повторю и буду покупать, именно этот аромат, потому что я уже говорила, что на аэрозольные освежители воздуха у меня просто жуткая аллергия. Даже дезодоранты сейчас себе не могу покупать с аэрозолем, с распределителем. Я беру только шариковые дезодоранты, дезодоранты, а вот это мне просто, ну, правда, для меня это просто мастхэв, мастхэвович, которым я пользуюсь. Следующее, что я вам покажу, я тоже показывала вам в покупках, это Fumitox у нас идет, жидкость от комаров 30 ночей. Я ее брала с учетом того, что производитель написал то, что, по-моему, производитель написал, или я где-то это прочла, в общем, несу, девочки, уже, что ее можно использовать для семьи, то есть где есть дети. У нас это лето какое-то комариное, просто мега много комаров, которые залетают в квартиру, и, ну, не очень комфортно, извините, спать с комарами, и поэтому, как бы, это очень нужная вещь. На даче, дома, где есть комары, слепни, это прям, ну, штука, которая... Что могу сказать об этом средстве, девочки? В общем, мы от него получили не очень приятные воспоминания и ощущения. Дело в том, что он у нас был включен в соседней комнате, не в той, в которой мы встали, но, несмотря на это, на утро у моего супруга болела голова, меня ребенка жутко тошнило. Больше мы этим средством не пользуемся, и я не знаю, девочки, как бы, в принципе, что это такое было, может быть, оно уже просроченное, хотя, вроде бы, на коробочке сроки прописано правильно, но после того, что с нами было, я его точно уже покупать не буду, и, как бы, и посоветовать тоже не могу, как бы, ну, вот такое у нас не очень приятное с ним было знакомство. Следующее, что я хочу показать, это будет мой любимчик, это у нас SanTor, в общем, SanTor. Средство для очистки унитаза, раковин, ванной, и можно чистить даже им канализационные вот эти вот трубы, стоки. Девчонки, классное средство, которое я покупаю уже, как вы знаете, не первый раз, я его беру и буду пока брать, потому что оно меня устраивает. Цена, качество и вообще, как он работает. Мне нравится то, что им можно спокойно почистить даже туалет, туалетную комнату. Можно им просто помыть туалет, можно помыть этим же средством. Кафель, которая находится в туалете, можно помыть им даже в ванную, когда, ну, к примеру, мы моем кота, и после этого я могу просто налить, вот это средство залить, почистить ванную и спокойно, как бы, самим дальше принимать ванну и дождь. Потому что, ну как бы, вы уже, наверное, понимаете, что я достаточно брезгливый человек каким-либо микробом, хотя наш кот, он не гуляет на улице, но все равно это кот, и после, хотя полиментарные гигиенические уборки нужно делать после того, когда кот принимает ванную, точнее, когда мы его купаем. Очень мне нравится, хватает его при моем интенсивном использовании, если там, вообще в идеале можно там месяц, его может хватить на месяц, но если вы интенсивно генералите, тогда вам, конечно, его хватит чуть меньше на месяц. Пахнет он хлором, он достаточно густой здесь, даже чуть-чуть еще осталось, видимо, стекло по стенкам. Очень удобно то, что у него крышечка идет в виде носика, он, как видите, не текет, замечательно распределяется, у него здесь такие ребра с пупырышками, которые по бокам, и на бутылочке не скользит. То есть прикольная вещь, которая в уборке очень бюджетная и очень нужна. Объем здесь идет 750 грамм, и я знаю, что 500 миллилитров объем продается в фикс-прессе. Кто не пробовал, обязательно попробуйте, потому что это действительно дешево и хорошо. Вот, следующее, что хочу показать, это, естественно, будет сиф-крем универсальный с микрогранулами. Девочки, это просто классная штука. Здесь он на меня пах, по-моему, как обычный сиф, просто, знаете, каким-то таким вот, чем-то таким ремонным. Я им замечательно чистила раковину на кухне, я им замечательно чистила даже посуду какую-то, могла им почистить кастрюльки, он не царапает очень хорошо. Им замечательно можно почистить раковину в ванной, классная вещь, которая хорошо работает. Вот этих 230 грамм мне, конечно, хватило буквально на недельки, две с половиной, потому что я интенсивно всегда пользуюсь и уборкой у нас, как бы, у меня лично стоит всегда на первом месте. И расходного материала по уборке всегда уходит много. Но фирма Сиф мне нравится, как он работает мне нравится. Это то средство, которое, ну, желательно всегда должно быть, находиться у нас в ванной комнате, на кухне под рукой, потому что оно не царапает поверхности, оно замечательно мылится, хорошо смывается, нет душливого запаха и можно найти по хорошей цене по акциям. Иногда он даже продается с кем-то в дуэте. Классная вещь, хороший, кстати, у него носик, то есть, если даже схватит ребенок, он не сможет открыть, но у него не получится, потому что достаточно тугая крышечка и достаточно удобный носик идет на дозатор. Так что хороший Сиф, большое спасибо компании, мне очень сильно понравилось. И выбрасываю свой отбеливатель Шерами Актив, которым я интенсивно пользовалась, от которого я в большом восторге и я понимаю, что это сейчас вот то средство, которым мне хочется пользоваться всегда и мне не хочется уже его ни на что. У меня, если, конечно же, у меня не возникнет опять желания что-то попробовать снова. Это то средство, которое замечательно работает, хорошо выполаскивается, хорошо отбеливает, классно отбеливает кухонные полотенца, одежду. Даже если, к примеру, у меня футболки, они содержат какую-то синтетику, она не пожелтеет, эта футболка, если, допустим, добавляется какой-то отбеливатель. Классная вещь, которую можно замочить, кухонные полотенца и потом обычно простирать, даже при 40 градусах замечательно стирать. А если вы стираете на повышенных температурах, даже замачивать не нужно, все замечательно растворится, все будет круто, все здорово. Так что вот так вот, девочки, стоит он сейчас в пределах 300 рублей, по-моему, у него цена варьируется, бывает дороже и дешевле по акциям. Ну, классное средство, здесь 600 грамм на 125 килограмм сухого белья. Я думаю, что это очень даже хорошая заявка на победу у этой фирмы Шерами. Так что очень даже действенный минус, конечно, это то, что я, когда замачиваю белье, кухонные полотенца, да, к примеру, либо если ребенок какое-то пятно посадил на белой своей маечке, футболках, шортиках, чем угодно, я просто замачиваю, и у меня появляется просто жуткий раздражение носа, у меня идут сопли, простите за подробности, слезы, и я начинаю чихать. Ну, это вот к тому, что я как бы такой аллергик небольшой, поэтому как бы вот так. А так все цело, у меня нет никакого на него раздражения, ни у меня, ни у ребенка, ни у мужа нет ни сыпи, никакого дерматита, который идет от белья, к примеру, если порошок какой-то вам не идет, может появиться дерматит, от этого нет, то есть спокойно можно использовать для детей. Мне очень сильно нравится, я им пользуюсь, и если у вас, вы встретите где-то в магазинах, конечно же, возьмите, попробуйте, потому что, ну, это прям классная вещь для меня, для меня, по крайней мере, это точно. Ну вот, девочки, наконец-то я вам показала все свои пустые баночки, надеюсь, вам было интересно, также информативно, может быть, вы что-то полезное для себя подчеркнули, я же сейчас это пойду все выбрасывать, готовиться к другим пустым баночкам, но уже косметическим, и чтобы не пропустить это видео, которое у меня будет уже в будущем, которое я буду снимать, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте подписываться на мой инстаграм, ссылку я, может быть, оставлю здесь, или хотя бы как называется мой инстаграм, а он называется Ирин Мискик 9970, я вас тоже там всегда буду рада видеть, если вы меня там откомментируете, увидите, вообще подпишитесь, я буду очень рада с вами познакомиться, дружить, всех люблю, целую, берегите себя и своих близких, не болейте, и хорошего вам настроения, и, конечно же, солнышко над головой, всех люблю, да, и целую, а с вами была ваша Ира, пока-пока!